Можно ли предсказать землетрясение, как долго могут продолжаться подземные толчки и как вести себя во время стихийного бедствия? На эти и другие вопросы ответили в рамках Дня открытых дверей в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной Академии Наук. Ко Дню Науки, который в Азербайджане ежегодно отмечается 27 марта, здесь представили выставку об истории сейсмологических исследований в регионе и последних достижениях. Если раньше на то, чтобы установить параметры землетрясения, мы теряли часы, то сегодня, благодаря современным приборам, необходимые данные мы получаем в разы быстрее. Всё оборудование работает в реальном времени, и в течение двух минут с начала подземных толчков нам уже известны все необходимые параметры. Эпицентр, точное время, сила толчков. В числе экспонатов – карты сейсмической активности в зависимости от региона Азербайджана, оборудование, которое использовалось в сейсмологических исследованиях сто лет назад, и самые современные приборы, которые сегодня используются в Республиканском центре. Это оборудование, гравиметры, магнитометры сейчас используются в сейсмоактивных регионах Азербайджана. В онлайн-режиме ведётся непрерывное наблюдение за Шимахей-Смалийским регионом, где недавно произошло землетрясение. Данные научно интерпретируются, что необходимо для краткосрочных прогнозов. Такие исследования для Азербайджана представляют чрезвычайную важность. Страна располагается в сейсмоактивной зоне. Именно из-за разрушительного землетрясения в XII веке столица государства Ширваншахов была перенесена из Шимахи в Баку. Самое сильное землетрясение в современной истории Азербайджана, магнитудой 6,8, произошло в столице в ноябре 2000 года. Исследования сейсмической активности позволяют вовремя спрогнозировать стихийное бедствие и тем самым предотвратить последствия.